Гаденькие! Это причем касается каждого человека. Бог не дал волос нормальных. В последующие дни, начиная с двух до трех часов ночи, просто бились в дверь, стучали в дверь. Причем я подхожу к глазку, никого нет. Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы! Ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас? Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будет вопрос-ответ. Я уже давно достаточно задала вам вопрос, точнее, попросила вас в посте, чтобы вы задавали вопросы. И тут у нас... Сейчас грузится. Тут у нас получилось сколько? 45 вопросов. Девчонки, и давайте без долгих отступлений, давайте начнем. Что же мы будем? Ля-ля, траля-ля. В общем, первый вопрос. Привет, это будет не вопрос, я тебя очень давно смотрю. Ты нереально простая, добрая и настоящая. Я не знаю, что у тебя спросить, но я хочу лишь попросить оставаться такой же лучезарной, антистрессом для меня и зрителей. Просто люблю счастье огромного. Большое спасибо за такое достаточно большое сообщение. Мне очень приятно, на самом деле, читать такие комментарии, такие вопросы, если так можно выразиться. Да, на самом деле, это все стимулирует тебя двигаться дальше. Так, следующий вопрос. Почему в бабских коллективах одни завистники, а самооценку повышают за счет унижения другой коллеги, комментируя фигуру, цвет волос, мейк и так далее? Девчонки, на самом деле, это очень-очень такой... Как вам правильно сказать? Очень интересный и очень неоднозначный вопрос. В том плане, что девушки, мы же априори очень такие, ну, как можно сказать, гаденькие. Это причем касается каждого человека. Мы в той или иной мере любим посплетничать, в той или иной мере любим пообсуждать, иначе просто было скучно жить. Я недавно смотрела видео Натали Ещёк, и она там как раз-таки эту тему затронула и говорит, да, я ненавижу свою вот эту вот черту, характер, что я люблю всякое разное обсуждать и что-то говорить, но, однако же, без этого было бы очень-очень скучно жить. Почему именно бабских коллективозавистники? Ну, как бы, если вам есть чему завидовать, и люди чувствуют ущемленность свою в той или иной мере, к примеру, у вас волосы длинные, красивые, свои, а у девушки, к примеру, бог не дал волос нормальных, естественно, она в той или иной мере будет завидовать, в той или иной мере будет обсуждать, как-то стараться подгадить, потому что, ну, такая вот гнилая душонка у женщин есть, и то же самое фигуры, то же самое мейка, мейка, те люди, которые хуже вас, они всегда вас будут обсуждать. Примите это просто как комплимент, так скажем, вот эти все обсуждения, ещё что-то, они не повышают за счёт этого свою самооценку, они, наоборот, себя унижают за счёт этого, поэтому имейте в виду, даже если вас обсуждают, значит, вы не пустое место, и значит, вам есть чему завидовать, и вы достаточно намного, достаточно намного, вот, что с ней встречи, вы намного лучше их, имейте в виду, так что это, наоборот, огромнейший плюс вам в первую очередь. Дальше, сталкивалась ли ты с мистикой в своей жизни, как реагируешь на такие вещи, веришь ли в это? Да, естественно, я верю в мистику, я уже, по-моему, как-то раз говорила, или два, что сталкивалась я с книгой магии, там что-то вот такое, у меня у подружки было лучше, и она такая достаточно старая была книга, и что-то как-то раз, вкратце расскажу, что как-то раз она мне позвонила, она оставила у меня эту книгу, потому что мы любили гадать и так далее, она оставила у меня эту книгу, и звонит мне, говорит, протиктуй на такой-то странице, то-то, то-то. Ну, я, естественно, диктую, и потом всю ночь, последующие дни, начиная с двух до трех часов ночи, просто бились в дверь, стучали в дверь, причем я подхожу к глазку, никого нет, звонок постоянно был заезжен, в общем, достаточно так страшновато было девчонке, и то же самое у моей подружки, поэтому, да, я никак не могу это объяснить, это только мистика. Дальше. Какой ты видишь себя и свою жизнь через 10-15 лет? Девчонки, ну, как я могу сказать, если у меня жизнь буквально развернулась за почти год, развернулась просто на 360, я не могла предположить в начале года, что вот так вот развернется, что я такая, здравствуйте, я переехала в Подмосковье, там, у меня абсолютно другая уже жизнь, абсолютно другие какие-то уже взгляды, я по-другому стала себя вести, я не могу загадывать и смотреть вдаль. Самое главное, что все были живы и здоровы через 10-15 лет, судя по нашей обстановке в мире. Так, дальше. Что для тебя значат твои подписчики? Запоминаешь ли ликмитнеймы, часто ли отправляешь кого-то в черный список? Ну, на самом деле, что для меня значат мои подписчики? Может быть, это прозвучит странно, и вы не поверите, но для меня мои подписчики – это огромные, во-первых, мотиваторы, во-вторых, ну, почему мотиваторы, да? Это заставляет меня следить за собой, хотя я очень люблю уход, понятное дело, но это огромнейший пинок, даже когда ты что-то ленишься, ты понимаешь, что вот вечером хочется поваляться, там, ну, эту маску для лица, а ты понимаешь, а это твое лицо, то есть подписчики увидят, скажут, «Алёна, что-то у тебя кожа испортилась, ну-ка, типа, ты что, забросила уход? А ну-ка, иди, блин, делай!» И вот это, понимаете, подстёгивает. А по поводу того, что значит, это, во-первых, мотиваторы, во-вторых, я безумно люблю тех людей, которые любят меня, я отвечаю им взаимностью, и те люди, которые искренне желают мне счастья, любви, добра, удачи, я им тоже это желаю, и это некий такой обмен энергиями, положительными эмоциями, позитивом, вот для меня вот это очень важно, и для меня это хорошие подписчики, опять же, повторюсь, которые меня любят, для меня это огромная любовь, мотиваторы и, наверное, самое любимое дело моей жизни. Так, запоминаешь ли ты никнеймы? Если человек комментирует из видео в видео, да, запоминаю, если человек комментирует раз там в 10 видео, раз в 5 видео, нет, к сожалению, не могу запомнить. А по поводу того, часто ли отправляешь кого-то в черный список, ну, сейчас вообще очень редко. А так, были ситуации, когда мне писали там, мразь, тварь и так далее, я этих людей сразу про леп, но что по факту это не подписчики, какие-то залетные люди, которые решили тебе подосрать настроение видео в целом. Ну, как бы, понятное дело, да? Что сейчас нечасто, вот так отвечу. Ален, сколько времени занимает, чтобы собраться на работу? Макияж, прическа, выбор одежды. На самом деле, я работала в ночь, а для меня это огромнейший был плюс, потому что у меня было достаточное количество времени, чтобы собраться. Ну, час, час вот за глаза, это помнить голову, сходить в душ, уложить волосы, сделать макияж какой-то легкий, собраться и выйти. Когда я работала с 6 утра, то есть мне нужно было вставать где-то в 4, плюс-минус полпятого. И тогда у меня на все про все было полчаса до автобуса моего на работу. Так что вы понимали, тогда был такой вот клевок петуха в попу, и ты быстро-быстро собирался. Отстаньте, я с девочками общаюсь. Быстро-быстро собирался, и вот, пожалуйста, ты собран. Все зависит от того, сколько вы располагаете времени. Если есть 20 минут, человека за 20 минут может собраться, и я в том числе. Так, привет! Всегда приятно смотреть, радую нас почаще видео. Сейчас смотришь какие-то дорамы, если у тебя любимый актер, актриса корейская. У меня, к сожалению, на дорамы почти время нет, а так хочется посмотреть что-то. Вот честно, для меня сейчас дорамы как-то ушли на второплан. У меня раньше, когда, как вам правильно сказать, тебе хотелось внимания, тебе хотелось любви, ты смотрела, для тебя это было какой-то, знаете, ну, типа, определенный мирок, в котором все друг друга любят. Ты такая, я же романтичная натура, и ты такой смотришь, и думаешь, да, существует любовь на земле. И вообще, как бы, сейчас уже не прикалывают мне дорамы, и, в принципе, мультики в целом. Я люблю как-то, знаете, посмотреть больше, Корея как-то тоже ушла у меня на второй план. Я как-то люблю посмотреть какие-то шоу, интервью. Вот это для меня очень интересно, особенно, когда этот человек неприятен, который дает интервью, и что-то новое про него узнать. Да, вот, если свободное время есть, я включаю на фон, вот именно интервью. По поводу любимый актер и актриса, Ким Хён Джун, для меня самый любимый актер по сей день. Ли Мин Хо, он мне нравится актер, но, к сожалению, у него есть что-то во внешности отталкивающее, поэтому я не могу сказать, что он мой самый любимый актер, но, однако, все дорамы, в которых он снимался, очень даже хорошо он обыгрывал каждую роль. Актрису не могу сказать, мне все актрисы нравятся, потому что у них есть такая, знаете, детская наивность, и вот поэтому не могу какую-то определенную, одну девушку выделить, или две. Останется ли после переезда моя любимая рубрика Beauty One? Ну, конечно, девчонки, все осталось, просто у нас бьюти-зал, все. Как только я как-нибудь придумаю, куда поставить камеру, ну, или полочка какая-то появится, или еще что-то. Во-вторых, у нас освещение там такое вот себе, плюс еще желтые стены, дополнительная желтушность в ванной, поэтому хочется, во-первых, белый свет поставить, во-вторых, ну, как-то, я не знаю, что-то придумаю, но пока что я тестирую, вот у меня и 100 лет на столике, я много что тестирую, пока это бьюти-зал, так скажем. Но все остается, конечно. Паришься ли ты из-за рубцов, или забила, планируешь ли делать татуаж глаз, сможет межресничку. Мне нельзя делать татуаж глаз. Это, во-первых, связано с моим зрением, я уже много раз говорила, что у меня, во-первых, у меня предрасположены в глукоме, это очень опасно, во-вторых, у меня была операция Ласик, получается, сколько, пять, о, шесть лет назад Ласик был, ешкин кот, как быстро летит время. Шесть лет назад была операция Ласик, и все, как бы, тогда мне сказали линзы не носить, потому что могут быть спайки. Слышите? А знаете, что? Машинка стиральная работает у кого-то, у соседей. Вот, ну, надеюсь, это вам никак не помешает, была операция Ласик, и тогда мне сказали, как раз таки, до этой операции я пришла, и у меня была куча спайк на глазах, мне их удалили лазером, тогда мне сказали, после операции, не надо мне линзы вставлять, не декоративно, никакие они тебе не нужны, в общем, старайся в глаза меньше лазить, все. Только единственное, что капли какие-то, типа, визина, еще что-то, больше ничего мне нельзя, поэтому, у меня же ресничка, это уж тем паче нельзя, тем более, ну, я боюсь, если честно, плюс еще, добавок к этому, я боюсь. По поводу парюсь ли я из-за рубцов, девчонки, раньше я очень парилась, сейчас, естественно, при вот какой-то косметике, вот сейчас я тональную основу от Фаберлик тестирую, и она матовая, и она все подчеркнула, и многие мне говорили, что вот, визажисты советуют, если у вас неровный рельеф лица, ни в коем случае не использовать сияющие тональные основы, нужно использовать матовые. А то, что матовые, это все больше подчеркивают, я не знаю, что за визажисты, на самом деле, может быть, они не сталкивались с такими проблемами, как у меня на фейсе, которые хочется сделать аптейбл, но, тем не менее, я вот сейчас поняла, что чем больше я ухаживаю за кожей, чем больше я уделяю ей внимание, тем меньше видны эти рубцы. Сейчас, к сожалению, к сожалению, я уже вам рассказывала про то, что я ездила в клинику пластической хирургии, еще что-то, мне сказали, с этим сделать ничего нельзя. Нет, конечно, можно, по уму можно что-то сделать, но, опять же, нет гарантии того, что после того, как ты сделаешь что-либо, косметическое, а может быть, и операционную процедуру, которая под общим наркозом идет, эта шлифовка, которая просто снимает кожу до костей, до мяса, не факт, что после восстановления у тебя все будет как попка младенцев. Если бы так было все просто, люди бы не ходили с рубцами, тем более, я считаю, у меня рубцы не ошибка заметны, чтобы прям из-за них париться. И, кстати говоря, когда я вам рассказываю историю, когда я познакомилась с мальчиком, это был 18-й год, и у него было очень-очень запущенное лицо в плане рубцов, они были настолько глубокие, что их было видно, наверное, из космоса. И он не парился из-за этого, он себя нес так, что, типа, камон, ребят, блин, у меня все замечательно, я самый охрененный мальчик на свете, я самая охрененная личность на свете, очень интересная и очень многогранная, если так можно говорить, поэтому я стараюсь вообще как бы об этом забыть, и у меня все замечательно. Кое-где возникают прыщики, но я тут сама виновата, где-то шоколады переем, где-то еще что-то, где-то чипсончики люблю с пивом. Да, я пью пиво, что-то в этом такого. Причем, я очень люблю пиво с чипсами. И знаете, как я пью? То есть, я ем чипсы и чуть-чуть запиваю пиво. У меня даже все мои знакомые говорят, «Ален, ты ешь или пьешь?» То есть, я очень медленно пью. Для меня самое главное чипсончики чем-то проталкивать дальше по кищечнику, и было бы все замечательно. Такой некий кайф ловлю. Так что, нет, не парюсь. И вам советую, если у вас есть какой-то недостаток, я знаю, что мы очень много людей с Витилиго, есть очень много людей, которые нельзя исправить. К сожалению, пока что нельзя. Может быть, в дальнейшем медицина пойдет в новую современную, и я что-то сделаю. Но пока на данный момент нельзя. Что сделать? Принять себя, полюбить себя и забить огромный, огромный пен на это все. И полюбив себя, когда ты просто забудешь про этот недостаток, но при этом ухаживать за своей кожей, если это касается лица, тогда, вот поверьте мне, и люди перестанут это замечать. Мне многие говорят, вот, там, не надо делать вот так, вот так, ты подчеркиваешь свои неровные щеки. Да, срать, если честно. Подчеркиваю, да и фиг с ним. Мне нравится, я в отражении себя вижу, у меня есть зеркала, я в отражении себя вижу, я себе нравлюсь, да и фиг с ним. Поэтому и вам того желаю. Меньше внимания обращать на какие-то недостатки, которые нельзя исправить, а как-то взять и перевернуть их в достоинство. Да, вот такая у меня особенность. Так, бывает ли, на твой взгляд, Алена, женская дружба? Такая классная, простая, никого из себя не строишь, и это притягивает. Обожаю только канал, но я как позитив и мотиватор. Огромное спасибо, да, это цель, вот, цель моего канала, чтобы я была мотиватором, чтобы я была в той или иной мере для вас подружкой. Ну вот смотрите, бывает ли на мой взгляд женская дружба? Да, бывает. Вы же ко мне относитесь как к подруге? Вы же мне не желаете при этом зла? Вы же мне при этом не завидуете, когда мне там что-то на обзор приходит, что-то там, я не знаю, ну то же самое вот с онлайд, в цацках сижу, вы же мне при этом не завидуете? Есть люди, которые искренне радуются за то, что человек, ну, посотрудничал с тем или иным магазином, там еще что-то ему прислали, или, ну вот, он как-то развивается в своей сфере. Если у вас нет этой зависти, вы искренне радуетесь и хорошо относитесь, подождите, ребят, и хорошо относитесь к человеку, девчонки, вы тогда умеете дружить. Я умею дружить. Я вот когда дружу с человеком, я вот все себя отдаю, вот серьезно. Я могу, вот, к примеру, мне присылается какая-то косметика, я ее потестировала, я не тестировала, там в двойном экземпляре, я этому человеку отдам, там мне ничего не жалко, там человек попросит меня там положить 100 рублей на телефон, у него там закончились деньги, я переведу без проблем и при этом копейки с него не возьму. То есть такая безвозмездная процедура, и причем если процедура дружба, процедура, извиняюсь, вот, и при этом я приду на помощь, то есть если меня человек попросит, ален, приедь, пожалуйста, мне тут так хреново, давай с тобой как-то решим мою проблему, я приеду и сделаю. Я умею дружить, но при этом я понимаю, что когда я умею дружить, я пытаюсь открыться новому человеку, чтобы он тоже дружил со мной, я понимаю, что в любой момент мне человек втыкнет нож в спину, потому что люди у нас разучились ценить дружбу, люди разучились общаться, люди разучились приходить друг к другу на помощь, этого нет. Сейчас в основном человеком движет корысть, движет злость, движет зависть. Как только люди от этого избавятся, вот раньше такого, кстати, не было. Вот у меня мама умела дружить, у меня была подружка, но при этом, когда я вам рассказывала историю знакомства моих родителей, при этом, когда эта подружка хотела, ну, попросту говоря, замутить с моим папой, а папа мой выбрал мою маму, при этом подружка начала обсирать, простите за мой французский, моего папу, и говорит, что он вот такой-сякой, пятое-десятое, вот такой он плохой, но при этом, мне кажется, все равно они как бы отружили нормально, но вот тут вот сработала вот эта женская зависть. Мне кажется, люди умеют дружить, и я знаю очень много примеров, когда люди дружат не один десяток лет. Просто это все зависит от самого человека, от того, что ему прививает родитель при воспитании. Да, чтобы все было хорошо, и чтобы человек тоже отвечал взаимностью на добро. Если бы пришлось прожить жизнь заново, стала бы ты в ней что-то менять, или прожила бы все так же? Прожила бы все так же? Нет, абсолютно нет. Раньше бы, да. Единственное, что волосы бы так часто не обстригала, может быть, растила бы свои длинные. А так, ну вот, все, то, что у меня происходило, операции, проблемы со здоровьем, какие-то неправильные поступки, это все жизненный опыт, понимаете? Без него не было бы такой, якобы, в кавычках, умной Алены, которая бы понимала прекрасно, во-первых, разбиралась в людях, видела бы сразу, что у человека в голове, и как бы жизненный опыт это самое ценное, самое лучшее, что может быть у человека со временем. А он у меня уже, понимаете, 26 лет есть, и я прекрасно знаю, что вот тут вот можно сделать вот так, вот тут вывернемся, даже какие-то ситуации, можно сказать, не очень хорошие, я понимаю, так, спокойно, все живы, здоровы, выкрутимся, все, руки-ноги есть, все получится, вы понимаете, для вот этого и нужно пройти все то, что у меня было. Все бы прожила точно так же, девчонки. Хотите адвент календарь? Смотрю, Ленский бьюти, так завораживает открывать ящики, но жаба душит такой покупать. Абсолютно нет. Вот что адвент календарей, что вот эти коробки, у меня же сколько раз было этих коробок, на самом деле есть коробки, которые прям вот нормально, наполнением, которым ты будешь в дальнейшем пользоваться. Но в основном вот это вот все, адвент календарь, коробочки красоты, в основном это все деньги на ветер. Объясню. В них скидывают фактически все ненужное. Вот ты смотришь, я вот в основном, что вот брала эти коробки, смотрю, вот это я отдам, это мне не нравится, это мне не подошло, ну вот это попробовала, вроде ничего. По факту ты пользуешься минимумом, а отдаешь там 2000, а эти адвент календари вообще очень дорогие. И я смотрю там то же самое Red Autumn Олю, и у нее очень-очень много задвоенных позиций в этих адвент календарях. Поэтому нет, я бы не хотела, причем такие бешеные деньги, да ну нафиг, я лучше пойду эту сумму, те же самые 9-10 тысяч, сколько там вот этот календарь стоит, да, от люксовых брендах возьмем их, то я пойду и куплю себе то, что мне нужно, понимаете, у меня там, к примеру, закончилась тушь, закончились румяна, я пошла и то покупила, еще при этом денег сэкономила и буду пользоваться этими продуктами, которые купила. Дальше, так, 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 па-па-па, календарь. Алена, как должна выглядеть ухоженная девушка, что это в твоем понимании? Девчонки, ухоженная девушка, это чистая кожа, ну, относительно чистая, насколько это возможно. Есть, о, девочки, прошу прощения, есть девушки с проблемной кожей, но при этом видно, что бровки расчесаны, реснички, все красиво, все чистенькое лицо, оно увлажнено, это видно, понимаете, когда ты ухаживаешь за кожей, ты уже видишь, это башенька, девушки, я не знаю, что они там делают. Вот, и поэтому для меня чистая голова, ухоженность, для меня, опрятный маникюр, пусть это будет без покрытия гель-лаком, но ногти подстрижены, кутикула не торчит, и ручки увлажнены, пусть даже без покрытия лаком обычно. Это чисто ухоженные ноги, это бритые ноги, давайте вот так, бритые ноги и руки, особенно это касается летнего периода времени, и особенно касается пляжа. Когда ты на пляже видишь девушку в трусах плавка, а у нее торчит, простите за мой французский, вот эта вот роща золотая, то как-то, вы знаете, уже неприятно становится. Для меня вот эта ухоженность, чистота, чистота, залог здоровья, для меня это ухоженность. Вот. Дальше. Привет. Есть ли у тебя друзья в встрече сливы или больше работа дома, видео съемка, монтаж? У меня есть знакомые, и этого достаточно. Друзей у меня нет. Я уже много раз говорила, ни друзей, ни подруг. Для меня лучшая подруга-друг. Это моя мама. Кто бы что ни говорил, что мама не может заменить друга, может. У нас очень много тем. Естественно, мы не касаемся каких-то суперинтимных тем, еще чего-то, но, однако же, она для меня лучший советчик, лучший товарищ, который и друг, который мне никогда не предаст, не продаст. Вот, серьезно. Вот это для меня самое важное. Но на самом деле, на самом деле, даже если у меня были бы друзья-подруги, для меня, я уже, как говорится, ну, условно говоря, семейный человек, и раньше я была более домашней, но при этом... Почему я была домашней? Потому что я моталась постоянно-постоянно-постоянно, и мне хотелось тупо вот побыть наедине с собой дома. Дома побыть, посмотреть сериал. Для меня это вообще просто. Ааа, как так? Мне нужно посмотреть сериал, а у меня нет на это времени. А даже если я сажусь смотреть сериал, врубается, и проходит минута. Ой, на то сделать. Ой, на то сделать. Ой, на то. Начинаю счет. Ай, на то. В итоге сериал-то и не понял вообще, что это было, и вообще как бы... Сюжета нуль в твоей голове. Поэтому для меня все же больше работа, дом, видеосъемка, монтаж. Сейчас, понятное дело, у меня более, опять же повторюсь, семейная жизнь. И для меня сейчас главное уделить внимание своему... своей второй половинке, уделить внимание дом, уделить внимание вам, поработать над каналом, поработать над контентом, что-то протестировать. Все, день кончился, понимаете, да? Пойти в магазин, скотовить, покушать, ну вот и так далее. Все-таки я предпочитаю больше вот это вот. Это для меня более что-то такое теплое. Ну и мне кажется, с возрастом человек перекращает акцентировать свое внимание на чем-то, друзьях или еще чем-то, потому что все уже женятся, выходят замуж, ты уже сидишь, думаешь, ну уже им не до нас. И так же и нам не до них, но при этом как-то раз в месяц люди все равно встречаются, если есть друзья, там то же самое, сесть попить пиво с чипсами, вот пожалуйста. Алёна, привет, давно? Вместе с парнем, как познакомились? Девчонки, мы с ним вместе почти полгода, чтобы вы понимали, познакомились мы через интернет, через Тиндер, просто я поехала в Демноморск, и Тиндер, он как бы показывает до 100 километров расстояния, и раньше бы он бы мне не показал Лешу, Алёше бы не показали меня это приложение, мы просто лайкнули друг друга, он мне написал привет, в общем, завертелось, закрутилось, потом я поехала через месяц в Анапу на три дня, об этом вы не знали, потому что я боялась что-то сглазить, боялась что-то рассказывать, как бы, потому что, ну, еще курочка в яйца, я тут вывалила все, кстати, у меня есть небольшой сюжет с Анапы, с моего отеля, я могу вам его ставить, так что посмотрите. Вот собственная дверь, девчонки, персонал тут просто обалденнейший, серьезно, но у меня так прилили тепло, меня сразу заселили, хотя сейчас 7 утра, у меня заселение в 13 на мае, так, вот наша дверь, такая, ключики, вот, соблюдать тишину, выключайте свет, теперь мне не хлопать, не курить, вот у меня сразу идет вешалка, шлюпки мои, кстати, ноги развернули, опять, дальше идет шкаф, полотенчики, все чистенькое, пыли нигде нет, еще, ревизор Алена пришла, полотенчики белые, накрахмаленные, вообще, очень классно, дальше, смотрите, у меня сразу идет вход в туалет, ванна, вот честно сказать, что тут чище, чем в Терноморске, мы жили, девчонки, правда, тут и сеточки стоят, дальше, смотрите, уважаемые гости, спрещается ДТ, душ, вот, весь чистый, и, маленький коврик, полотенце, сушитель, с этой стороны, пошли дальше, на вещи, я хочу положить вот так, телевизор, конденсионер, мини-холодильник, вот такой у меня вид, красивый, она, что сказать, и, какая-то у меня кровать, застелена, не застелена, прям интересно, да, белая постель, хорошее на крахмале белая постель, хороший номер, девчонки, прям, 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 супер, и вот, штука, которая, ну, понял, да, что это за штучка, блин, напомните, так что, такие дела, дальше, 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 Ален, привет, я очень рада за тебя, что у тебя появилась вторая половинка, очень интересно, как познакомить, чем занимается твой мужчина, спасибо, что ты у нас есть, чем он занимается, я вам не скажу, потому что, он отдельная личность, и он не хочет пока, что в данный момент, ну, опять же, без его согласия, зачем я буду рассказывать о нем информацию, чем он занимается и так далее, ну, не надо, так, смотрю видео, что ты уезжаешь в Москву с МЧ, я что-то пропустила, когда появился он, вроде, недавно было в видео, что никого нет, но, опять же, говорю, когда недавно я говорила, что никого нет, и когда я говорила, что мне никого нет, я говорила всего это раз, в каком-то видео, четырехмесячной, может быть, давности, ну, девчонки, вы должны понимать, почему я должна информировать вас о каждом пуке, простите за мой французский, вот почему должно быть так, опять же, когда наши отношения переросли во что-то серьезное, тогда я рассказала, да, у меня появился момент с переездом, я действительно рассказала аудитории, а так, я же не должна вас была информировать, вот девчонки, пошла на свидание, вот девчонки, ой, с молодым человеком, вроде, что-то наклевывается, я, у меня не дом-2, вы должны это понимать, у меня не дом-2, хотя, может быть, для кого-то сейчас покажется, что у меня как-то, может быть, чаще мелькал стал Леша, или я там что-то, Леша, 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 но опять же, это моя жизнь, и мне нравится, когда, а когда появился он, я что-то, когда он появился, вот такие вопросы меня просто убивают, вроде, недавно говорила, что никого нет, давайте это упустим момент, когда и что и как, ну, ладно, смотрю давно и с удовольствием, не меняйся, мы недавно разговаривали с мамой, до моего отъезда, буквально за неделю, за две, и она такая говорит, Алёна, мне кажется, у тебя будет 300 тысяч подписчиков, а ты такая же будешь, ну, люди, не меняются те, которые уже, ну, состоявшиеся, так скажем, вот, в плане характера, имею в виду, веришь ли в коронавирус, планируешь заводить еще животных, очень хочется обзор по любимым местам в вашем городе, если была возможность корриднально измечтить свои внешности, чтобы это было, или ты себя устраиваешь полностью, я себя устраиваю полностью, конечно же, хотелось бы идеально гладкую кожу, а так, в принципе, мне устраивает все, и, естественно, я бы выправила свои зубы нижние, но это такое, знаете, мелочь очень, такая, незначительная, а так, в принципе, я полностью себя устраиваю, веришь ли ты в коронавирус, я верю в коронавирус, он есть, кто бы что ни говорил, во-первых, у меня была ситуация, в которой я столкнулась недавно, абсолютно, месяца, полтора назад, и я не буду про нее рассказывать, вываливать это что-то в интернет, не хочу, поэтому, да, верю, и он действительно существует, это пневмония, это дает потом вам последствия, нехилые такие последствия на ваш организм, и, ну, как бы, у кого-то проходит очень легко этот период болезни, коронавирус, а у кого-то более сложно, у кого есть хронические заболевания, и потом в дальнейшем, как бы, это все выливается в очень неприятные последствия, но, опять же, что еще хотел сказать, все мы переболеем, вот, все мы переболеем, или кто-то переболели уже, вот, поэтому как-то так, так, буду ли я заводить еще животных, нет, я очень люблю Ронни, я обожаю Ронни, я о нем каждый день думаю, кто бы что ни говорил, не обвинял меня в том, что я его не взяла с собой, но, Рошка, это мое все, Роша, это мой самый любимый мальчик, вот, сейчас, просто люди обвиняют меня в том, что я там виновата в том, что я там его оставила, я его не оставила на улице, я его не оставила где-то в чужих руках, я его оставила в своей же семье, в которой он рос и находился с первого дня, вообще, с первого дня появления его в нашей, вообще, как бы, в нашей семье, он там и находился, то есть он, вот когда говорят, что вот ты на море его взяла, а типа, в Москву нет, на море я его взяла, потому что, а с кем бы он остался, не с бабушкой же, или как бы, у нее уже есть собака, и второго как бы не нужно, не в том плане, что она его не любит, а в том, что за ним другой уход, нежели за Айкой, вот, и как бы, а тут у нас была ситуация, разговор с родителями, они говорят, если вам нужно, заводите нового, но мы вам собаку не отдадим, это наш любимый сын, и когда говорят, что вот ты называешь его сыном, у нас все в семье поголовно, даже мой дедушка говорит, что это сын, 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 но для нас, для всех сын, я его люблю, обожаю, даже, может быть, когда-нибудь мама моя приедет сюда в гости ко мне, естественно, она приедет с Роней, все, но у меня отец обожает Роней, поэтому он не отдаст, пока, они сказали так, пока вы нам не родите внуков, и даже если будут внуки, привозите, мы будем с Роней, все такое, так что, девчонки, для меня Роня самая любимая собака, больше животных пока что не планирует, а что бы ты смогла простить, любимого молодого человека, мужа, а что нет, качество мужчины, я никогда не прощу мужчине, поднятие руки на свою женщину, никогда, потому что, если ты поднял раз, и потом, как апостольный щенок, идешь просить прощения, ты поднимешь и второй раз, то есть, это вообще как бы без проблем, мужика, если он что-то сделал раз, он будет так делать постоянно, и ничто, никакие слова, никакие вот эти, вы знаете, прости меня, это ничего не заменит, и что, ну вот по поводу измены, честной измены, ну вот обычно как, рукоприклассно не прощают измены, измены может быть бы я, ну не может быть, наверное бы я простила, измены, честно, потому что, я не говорю, что мне все поголовные изменяли, потому что, если мужчина, он уже априори полигамент, но при этом, если он любит свою женщину, она его полностью устраивает, он не посмотрит налево, тут палка двух концов, но если что-то произошло не так, у вас отношения дали какую-то трещину, дали какую-то трещину, то естественно, он пойдет налево, и может быть, хороший левак, вот относится к фразе, хороший левак, крепкий брак, вы можете со мной быть не согласны, в принципе, высказать свою точку зрения в комментариях, но я считаю так, что в какой-то ситуации, определенной, каждую нужно рассматривать индивидуально, в какой-то определенной ситуации, я, возможно, бы простила, да, измену, по поводу рукоприкладства, и вот рукоприкладство не опрощу, и не опрощу неуважение к своей женщине, вот неуважение, вот жесткое неуважение, когда ты, например, там, ну, к примеру, бытовые какие-то моменты возьмем, ты навел порядок, а мужчина берет и просто наглую тебе, вот, показательное выступление вытворяет, что там, мусор раскидывает, не убирает за собой, или еще что-то, то есть он не ценит твой труд, и не уважает тебя, вот, вот таких вот мелких моментов, главные качества, доброта, забота, о своей женщине, доброта, забота, уважение, и защита, вот, в определенной мере защита, не то, что он должен каждому встречному, поперечному морду бить, нет, а защита в плане того, что ты, находясь человеком, чувствуешь, что он взял за тебя ответственность, и ты за ним, как за каменной стеной. Алена, у вас нет менеджера? Нет, девчонки, у меня нет менеджера, но как бы и не нужен, я прекрасно сама справляюсь, и как бы, если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам, поэтому я не смогу доверить, какое-то дело определенное, даже связанное с интернетом, да, какому-то другому человеку, нет. Так, Ален, ты когда-то сказала, делал лазерное колесо зрения, если я ничего, можешь подробно рассказать свои впечатления? Спасибо. Девчонки, смотрите отдельное видео по душам, про зрение, там все, вот, популярно рассказывала. Ален, добрый день, расскажите, пожалуйста, о своих татуировках, что они значат для вас? Татуировки для меня очень много значат, и я не рассказываю всем о том, что они конкретно для меня значат, поэтому, извините, но нет. Спасибо большое. Так, самое большое сожаление в жизни, а сделано мне сделано, что ты будешь делать сейчас, смотря через призму прошедшего времени? Нет никакого сожаления, это уже тот, знаете, немножко перефразированный вопрос с одинаковым смыслом, я уже ответила. Ни о чем не жалею, все, что должно было быть, оно случилось. Так, и что бы ты сделала с этим сейчас? Ничто мне сделала. А сделали ли вы недавно что-то, чем гордитесь? Ну, не знаю. Наверное, с последним месяца 2-3 у меня очень много было таких поступков, поступков, в которых я вижу какую-то определенную гордость. Ну, не знаю, не было такого что-то глобального, но если по мелочи, их очень много. Сделала, конечно. Алена, сколько у тебя тату? Раз, 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 три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь нормальных и один портак, который я сделала сама. Ален, привет, вопрос такой, много ли времени уходит на монтаж видео? Как-то это, сейчас тяжело было. Вот, много, немного времени, абсолютно. Вот, лично у меня, у меня больше уходит на загрузку и на обработку, когда уже склеено все видео. Я недолго всем училась, всем училась сама. Когда-то давно я обратилась к блогеру, когда только начинала, по-моему, это Настя была, Кейк. Вот, я к ней обратилась, она и спросила у нее, говорю, Настя, скажи, пожалуйста, какой у тебя редактор? Она говорит, обычный. Я на тот момент все сказала, больше я никого еще не спрошу. Это было так обидно, что после этого я перестала смотреть этого человека. Вот, ну, как-то так. Красотулечка, спасибо большое. Привет, Алена, ты очень лучезарный человек, смотрю тебя очень давно, очень нравится рубрика вопрос-ответ. Сколько, пожалуйста, времени ты уделяешь на сон? Семь, восемь часов. Сейчас я сплю в семь, восемь часов. Так, ну, спасибо большое за такой теплый комментарий. Алена, привет, ты самый лучший блогер, смотрим твои видео вместе с детьми, ты им тоже нравишься, оставайся всегда такой же добрый, успехов дела. Спасибо большое деткам, привет, чем-то мы. Так, какая в твоем понимании должна быть идеальная жена, если просто порассуждать? Ну, во-первых, я считаю себя идеальной женой, если честно. Я стараюсь все делать для семьи, для своей, все в семью тащу, я не тусю, не гуляю, то есть у меня нет такого ветра в башке, у меня конкретно идут цели для того, чтобы обустраивать свое гнездышко. И я считаю идеальная жена, но, во-первых, идеальных людей нет, априори мы должны это понимать, но для меня идеальная позиция женщины в семье это любящая, понимающая, поддерживающая женщина, которая будет стараться все делать для себя, в первую очередь для себя, девочки ставят на первый план себя, для себя и для своей семьи, все. Но самое главное, как бы это эгоистично не звучало, самое главное ставить себя на первое место. И тогда вся твоя семья будет понимать, что ты все равно как бы на первом месте, твои те же самые масочки, твои уходы, твои какие-то бьюти процедуры, это все должно быть на первом месте. Уход за собой и любовь к себе, вот это самое главное. Так, привет, ты меня вдохновила, мне 28 пошло учиться на парикмахера, зато я в группе с 11 класса, жду новых видео с бьюти ванны, делаешь ли ты узичи, уз чистку аппаратом дома, уз ультразвуковой, поняла? Нет, не делаю, но я рада, что я вдохновляю людей и пойти учиться не когда не поздно на ту профессию, в которой ты давно хотела освоить, понять, твое это не твое, в дальнейшем работать. Поэтому, да, я очень рада. Какой подарок стал для тебя самым необычным или запоминающимся? Подарок такой, достаточно интересный, на 25-летие мне отец втихаря просто заставил квартиру цветами, и их было очень много, девчонки, настолько много, что я даже не могла пройти в комнату свою, чтобы там не расставить цветы и не проделать такую тропинку. Это для меня был самый запоминающийся подарок и необычный, да, и неожиданный. Привет, смотрю тебя, ты один из самых лучших и любимых блогеров, жду с нетерпением каждое видео, спасибо. Про совет, про маску колосс, она очень крутая. Шампунь для сухих волос, керасис, керасис, очень классная линейка с розовой штукой, очень классная, вообще линейка керасис, прополисом, и шампунь, и маска классная. Ты самая лучшая красотка, видео твои из лучших. Спасибо. Спасибо большое, правда очень приятно. Привет, Алена, расскажи самую глупую, нелепую ситуацию, в которую ты попадала. Я попадала, наверное, в кучу нелепых ситуаций, но я просто не вспомню конкретно там сюжет, понимаете, ну как и любой человек. А, да вот, недавно, мне пишет на почту человек, Алена, здравствуйте, хотели бы с вами посотрудничать, скиньте, пожалуйста, аналитику, а я аналитику кидаю только тем людям, с которыми я буду в дальнейшем сотрудничать, и которые, ну как бы, меня интересуют их предложения. Я говорю, вы расскажите предложение поподробнее, пятое, десятое, они такие, нет, скиньте аналитику, а потом, типа, мы вам расскажем. Я говорю, нифига, не пойдет такая ситуация, я вам свою аналитику не скину, аналитика у меня автозамены сменяется на анализы, и получается, я вам свои анализы не скину. Вот это самая нелепая ситуация, за которой у меня действительно было стыдно. И я просто двумя клавишами отправляю. Ну, естественно, никто соносотрудничать после анализов не стал. Так, ладно. Твой идеальный день какой он? Вот монотонный, распланированный, и чтобы все шло по плану, как я запланировала, без всяких опозданий, без всяких накладок, вот это идеальный день для меня. Алена, такой вопрос, умеешь ли ты держать себя в руках, контролировать свои эмоции? Что посоветовать, чтобы легче справляться с эмоциями? Я их выплескиваю. Вот выплескиваю так, что аж прям вот могу поорать, могу это. Я никогда не держу ничего в себе. И вам советую не держать ничего в себе. Когда ты держишь, что это накапливается, потом в дальнейшем, у меня куча примеров людей, которые просто вот держали это все в себе, потом страдали хроническими болячками, связанные с вот этим вот тем, потому что ты его не выплескиваешь. А я такой эмоциональный человек, я ничего не держу, я все выплескиваю. Так, привет, скажи, сколько тебе нужно денег в месяц для хорошей жизни? Ну, на самом деле, человеку сколько не дай, все мало. Вопрос в том, как ты умеешь распоряжаться бюджетом, и как ты умеешь ставить приоритеты в бюджете. Ну, я скажу так, чем больше, тем лучше. Буду стремиться к тому, чтобы зарабатывать много, и чтобы я ни в чем не нуждалась, и моя семья тоже. Так, были ли у вас в школе проблемы с учителями, одноклассниками? Нет, я была очень таким нормальным ребенком, хорошисткой. У меня единственная штука, стали проблемы с одноклассниками, когда пошел тот переходный возраст, девятый класс, я в прыщах, и, соответственно, высокий рост, высокий рост, очки, это все клички, вот это были, наверное, самые глобальные проблемы. Так, и последний вопрос. Скажи, что будешь носить этой зимой из одежды, может, есть вещи, которые посоветуешь. Я советую вам одно. Два свитера, черный и белый. Свитеры, это самая базовая вещь, я советую вам брюки, одни классические, которые с утеплением, ну, как брюки, потому что джинсы для меня это не очень. Ботинки какие-то классные, удобные, стилевые, и куртки, которые сейчас модно, типа одеяло, вот это вот, знаете, со стойкой воротником, и две шапки. Одна черная или белая, классический цвет, и вторая яркая, что-то вот с шарфом, чтобы можно вот миксовать. А больше, мне кажется, что ничего и не нужно. В принципе, это такой достаточно базовый гардероб, но если вы меня конкретно спрашиваете о чем-то. Ну, вот и все, мои куколки. Вот такой был длинный вопрос-ответ. Я надеюсь, вам мои вопросы понравились, были интересны. Если же это так, обязательно, пожалуйста, не проходите мимо, поставьте мне лайчик. Так же напишите любой комментарий в поддержку канала. Чем больше комментариев, тем быстрее видео выходит в рекомендованной для других новых моих перспективе зрителей. Пожалуйста, девчонки, звездочку, еще что-то. Можете также порассуждать в комментариях, опять же, в корректной форме. Мы люди очень культурные, мы люди очень любящие друг друга и уважающие друг друга. В общем, как-то так. И на этом все, девчонки. Всех люблю, целую, всем пока и до скорой встречи с углов в плечи.